К сожалению, мир устроен так, что коварные болезни часто отнимают человеческую жизнь. И нет ничего хуже, когда эта жизнь только началась. Благотворительным фондом «Подарить детям завтра» имени Лимана Липулатова-младшего была организована акция для онкологически больных детей. Веселые игры, прыжки, танцы – все эти развлечения были настоящим подарком для детей из онкологического отделения. Подарить детям радость организаторы решили не случайно. Акции проводятся не первый раз фондом памяти талантливого мальчика, любимого и любящего внука, известного телеведущего Ильмана Липулатова. Ильман Липулатов-младший погиб от опухоли головного мозга. Он оставил добрую память у всех, кто его знал. Зная, что сотни и тысячи других ребятишек страдают и лечатся в наших больницах, родственниками подростка было принято решение об открытии благотворительного фонда. Благотворительный фонд имени Ильмана Липулатова-младшего сейчас проводит благотворительную акцию. Благотворительный концерт для того, чтобы дети хотя бы на час забыли о болезни, хотя бы на час были вместе с нами, на час они могли окунуться именно в этот мир веселья, гармонии. То есть мы хотим, чтобы они были вместе с нами, то есть не в этих больничных койках за стенами, а в этих больничных койках. Мы выбрали эту площадку для того, чтобы дети, которые не могут выйти, которые находятся в боксах, чтобы у них была возможность наблюдать за этим красивым мероприятием с АКО. Сегодня для детей был устроен ряд праздничных мероприятий. Лизгинка в исполнении дагестанского ансамбля, песни от именитых дагестанских певцов и бодрящая обстановка, в которой каждый мог почувствовать себя частью этого веселого общества. Мы поступили 17 июня, у нас гемоглобин был низкий, у нас жалобы на ангины были. Когда поступили, узнали, что у нас совсем другая причина. У нас лейкоз сказали. Мы лечимся, уже сейчас первая консолидация у нас идет. Уже в индукцию тоже попали мы, сейчас у нас идет восстановительные процессы. Второй месяц лечимся. Насчет концерта очень понравилось, очень рады, когда для наших детей такие эмоции для них. Каждая улыбка для нас их дорогая, естественно. К сожалению, в семьях, где живут тяжело больные, не всегда имеются такие большие деньги, чтобы оплатить дорогостоящие лечения в России или за границей. Проекты фонда направлены на помощь детям из малообеспеченных семей, страдающим гематологическими, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Для тех, кто хочет помочь ребятам, оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации, представлен номер карты, который вы видите на своих экранах. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, Новости 24, Махачкала.